всем приветики вот и пришла ко мне моя посылочка из китая микрофон который я заказывал наконец-то он пришел к моей радости за него мне не насчитали никакого налога хотя должны были но не насчитали вот и я я доволен это конечно же не может не радовать посылочка сама по себе небольшая то есть она же не влазит в кадр по отдельности это вот получается стойка стойка сама там правда упаковка была порвана может быть что-то потерялась здесь здесь уже вот какая-то дырка не надеюсь что обрыв упаковки но через ту дырку никто ничего не вытащил потому что вот она какое-то как будто бы но там такая дырка была как раз под палец наверно под вот этот то есть можно было что-то и вытащить но я надеюсь что все в таких хороших упаковках что ничего не должно было уйти вот самостойка вот блок питания и вот сам микрофон такая мужчина как бы упаковка то есть он должен больше толще чем мой палец такая штука она вот мягкая жмешь она то есть по идее должно было все самортизировать все все какие-то если будут удары или что-то такое правда где-то вот здесь протерлась она хоть и шло то есть сюда тормоз видимо продавец посчитал что блок питания так как это сложная техника фантомное питание плюс микрофон должны быть хорошо защищены а стойка это не требует особой защиты поэтому на нее кроме такого поролончика ничего не положил и это плохо потому что она могла погнуться к примеру она могла погнуться например так она могла например погнуться и там поломаться сейчас мы посмотрим так в итоге вот она упаковка и вот она стойка ну я бы на месте продавца вот этот пакетик вместо этого положил бы в пакетик на этот этот пакетик засунул бы еще в пупырчатый пакетик а только потом бы или нет так вы сделал только поверх бы еще пупырчатый пакетик положил чтобы хотя бы минимально какая-то защита вот собственно стойка а во что мне ее вставлять то есть по идее сюда то я смогу микрофон поставить да а во что мне вот это стоять к чему укрепить она либо там где-то должно быть либо как не хватает во что стойку поставлю то есть к чему к чему не крепить то есть понятно сюда сам микрофон закрепиться вот она сюда накрутится микрофон и так понимаю и он будет стоять вот так вот на стоечке ну а ты там уже отрегулируешь как тебе надо там куда но это то как-то надо закрепить может быть как раз такие этой штуки не хватает которая должна была быть все здесь вот держал кому что я через ту дурку вытащили или она сама выпала ну и я не знаю в общем как-то это странно так получается вот наша стойка которая не в сборе кстати здесь больше ничего ничего нет ну как это такой пакет типа я думал она должна разворачиваться она она не разворачивается она просто как пакет хотя я могу предположить что продавец именно крепление вот отсюда положил куда-то в одну из этих вот из этих вот пакетов потому как типа стойка она сама вот там металлическая вроде бы вот здесь это не знает это пластмасса типа с металлом ничего особо не станет а вот это крепление она может быть пластмассовым поэтому она засунула куда-нибудь потому что здесь в этом пакетике в первом вот в этом есть кстати уже больше ничего нет помимо блока питания еще лежит поп фильтр вот он какой такой типа тоненький и то есть на стоечку крепится поп фильтр и ты как бы говоришь в него но то чтобы типа воздух не летел микрофон то что ты говоришь воздухом ну когда ты говоришь жил такие буквы какой-то воздух ну или выдыхаешь там мало ли чего ты там делаешь чтобы слюни там воздух не летел микрофон так это у нас блок питания по него фантомное питание вот он от него инструкция получается 48 фантом по фантомное питание продукция инструкция по типу используемый продуктом ну типа здесь инструкция что кнопка включить выключить здесь индикация индикация здесь звук сюда выходит сюда входит сюда питание отсюда звук и здесь или ну короче блин это все сюда короче питание вставляется сюда входит звук с микрофона отсюда выходит на звуковую уже вот собственно на этой стороне ничего нет так что вот такая вот инструкция если вдруг что здесь у конкретно расписано что как делать куда чего подключать вот и собственно сам это что такое сертификат даже есть то есть то есть не а не а быть себя на сертификат правда он не запомнил вот сама фантомное питание он почему-то включена была вот так это должно быть выключено вот выключено большое торчит большое а он включен маленькая она была почему-то включена есть показывает что включена здесь такие типа такие ребрышки это так прямо ощущается сверху тоже он ребрышки такие он они здесь сюда собственно вставляется звук с микрофона он прикольно так достается штекер отсюда выходит звук на звуковую карту сюда собственно подается питание и ножки прорезинены выглядит он таки качественно такое все матовое такое типа шершавенькое такое красивенькое такое чутенькое ну выглядит он довольно таки качественно честно говоря прям хорошо выглядит потому что здесь у нас адаптер ну адаптер немножко или выглядит как-то вот какие-то рапинки типа это наклейка типа риса но на нем тоже есть рапинки то есть он уже не особо так выглядит приятно как сам блок вот где-то какие-то црапинки виднеются мин ну такие мелкие но в целом выглядит более-менее нормально и я так понимаю сколько у него выходит 18 вольт 600 миллиампер 18 вольт а здесь надо то есть сюда придет 18 вольт отсюда выйдет 48 вольт типа ничего себе он так умеете по повышать напряжение тогда здесь должно быть ампер много типа там 5 ампер отсюда будет 1 минутам 2 ампера или 1 ампер на 48 вольт а тут как-то так ну в общем такой вот блок щек штекер он сюда естественно подходит да на подходит на вставляется это понимание полностью так ну что еще собственно кабель кабель для подключения то есть к микрофону то есть этот кабель нужен для того чтобы подключить сюда и к микрофону на этот вставляется кабель сюда алине тут этот сюда вставляется а этот в микрофон то есть вот он кабель здесь вот кнопочка типа она защелкивается вот это то что у нас имеется тут так теперь мы все это отодвинем типом это мы посмотрели у нас остается открытый вопрос скоплением стойки пока что мне нечем стойку крепить я надеюсь она здесь открываем так это все что у нас было тут больше ничего нету так смотрим сразу крепление а вот и крепление все все я спокоен а то я думал ой 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 блин зацепил первая пауза в этом ролике кстати вызвано техническими причинами обвалился мой штатив я его случайно зацепил ночью что можно сказать в данный момент что здесь есть какая-то инструкция на ней ничего не понятно с этой стороны тоже но есть какая-то диаграмма восприятия звука то есть вот эта инструкция правда здесь ничего не понимаю они могли бы вложить и английскую версию данной инструкции то есть сзади звук не захватывает по бокам тоже не особо лучше все захватывает спереди то есть вот отсюда и там дальше по бокам хуже и сзади вообще не захватывает то есть как на а вот 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 бродкастинг recording микрофон то есть микрофон для записи подкастов бродкастов подкаст для записи короче все все круто и всего технические характеристики здесь какая какое-то описание вот типа хороший высокий выход низкий уровень шума вот здесь какие-то параметры использования расписано по-английски как использовать здесь на ничего не понимаю все надо переводить здесь какая-то график чего я не знаю чего я не я не понимаю здесь на что я знаю что вот это ну захват микрофона что он именно захватывает спереди а сзади по сзади общение захватывает по бокам немножко тогда круто то что есть английская версия инструкция это уже большой плюс так что у нас еще имеется имеется у нас кабель как раз таки он и подключается уже сюда подключается отсюда выходит кабель в звуковую вот он кабель для звуковой звуковой он выходит на фантом на питание то есть питая питание для усиления сигнала микро ну то есть этот блок нужен для того чтобы подать больше напряжения на микрофон а это уменьшит шумы и усилит сделать звук более качественным без него использовать данный микрофон смысла вообще не имеет именно поэтому я заказывал такую конструкцию не конструкция сборку это собственно сам по сам держатель микрофона и само крепление так как мы все равно будем открывать поставлю паузу все откроем ну в общем то я разрезал уже вот это вот он сам как его называют паук типа здесь видно что вот это крепление в котором будет сидеть наш микрофон она просто на резинках то есть резинки должны амортизировать всякие вот такие звуки например все меня что-то упадет на стол то эти резинки должны принять все это на себя ну через стойку все это то есть пока этот звук если допустим не что-то упадет на стол пока этот звук перекатиться от от стола по стойке перейдет сюда и через этот пол кстати вот он как она крепится по идее вот так пока перейдет на сюда и здесь уже через резинки сюда то есть много лишних шумов отрежется либо можно без паука то есть таким вот образом использовать поставить микрофон сюда то есть либо так либо так ну и сама крепление стану тоже как вроде бы кажется мне железное ничего себе то то есть это круто сюда вставляется сама стойка это держится за стол вот ну и собственно так у нас еще что то есть какой-то зажимчик для чего он нужен я не знаю где то где то он используется я пока что не могу сказать просто всего много я немножко теряюсь но собственно сам микрофон в таком приятном на пакетике он как будто бы такой как как даже мягкий чем кожа честно говоря я не знающего сделано сделан вроде бы качественно закрыт именно сам микрофон снизу все открыто достаем микрофон микрофон тоже на ощупь приятный качественный здесь у нас золотое красивое покрытие я люблю серебро но именно почему-то мне казалось а золотой вариант качественнее чем чем серебряный по не знаю почему он сам микрофон виден внутри здесь ничего нету то есть говорить нужно вот сюда там вроде или нет я на он видно видно такой кружочек он железный кружочек круглый в него вот так и надо говорить если то есть где надпись вот это говорит оно видно тонн дош improving на видно не видно надо видно вот кружочек такой блестит типа копеечка вот у него нагреть то есть микрофон а здесь собственно здесь тоже что то виднеется но по-моему говорит нужно сюда потому что именно если уSTR этого страна будет плохо слышно если в этом вас будет хорошо слыша чем то� что если вдруг тот окупил микрофона и говорит суда ясное дело что будет слышно плохо вот собственно так вот он и будет держаться в этом вот устройстве он так вот стоять на столе единственно что выглядит плохо это такая ветрозащита ну то есть обычно это используется такая ветрозащита на петличках то есть когда ты стоишь на улице чтобы ветер сильно не задувал его мы на улице использовать не будем на чтобы например сюда не падала хотя он так сеточка там есть но туда может попадать какая-то пыль там слюни например вот чтобы этого не было можно закрыть плюс это будет дополнительная защита от от лишних каких-то ваших то есть дополнительная защита от каких-нибудь шумов то есть не будет например слышно например какой-то может быть не знаю лишний раз там дышите пышите в микрофон кашлять или что-нибудь такое то есть плюс от пыли там может быть защиты там от от слюни от царинок от всякое да и так как то выглядит по посолиднее единственное что единственное что он весь помят он весь помят и выглядит как то он мне очень это немножко неприятность он глубьbalance already, то есть он весь такой перемятый какой-то задавленный весь. Если он был бы просто весь ровненький, то есть какой-то такой, было бы красивее. Ну, я надеюсь, со временем это как-нибудь расправится, вот. В общем-то, на этом всё. Такой вот микрофон. Осталось его собрать и затестить. Это была распаковка, соответственно, потом будет тест-сборка, тест-обзор. Ну, вот, как-то так. На этом всё. Всем пока-два.